Старец иеросхемонах Самсон Сиверс. Годы жизни. 1898-1979 годы. Житие, подвиги, чудеса. По благословению святейшего патриарха московского Евсея Руси Алексея II. Из воспоминаний духовных чад. Одну из духовных чад батюшка благословил продать дом и переехать к нему, чтобы она свои хозяйские дела бросила, ничего не сажала, никакими работами не занималась, а только молилась и ходила в церковь. Она все так точно исполнила и жила, как было сказано. Но однажды не вытерпала. Сделала две грядки, посадила лук, какую-то другую зелень и ждет урожая. Через две недели у нее все сгнило и ничего даже не взошло. Она пришла к батюшке и рассказала, а батюшка смотрел на нее и только улыбался. Вот как получалось, если пытались сделать что-либо без благословения батюшки. У батюшкиного чада был суд. Она обвинялась очень серьезно и было очень много показаний, подтверждающих ее обвинение. Но во время судебного процесса обвинитель решительно не мог связать и двух слов. Говорил что-то непонятное, заикался. А обвиняемая очень гладко, внушительно доказывала свою невиновность. Судья обвинителя даже не дослушал, а слушал только ее. Суд решил в ее пользу. На радостях она поехала к батюшке, а батюшка ее ожидал в дверях со словами. Такой зверь стал нем. Вот что значило предстательство батюшки. Некто хотела сделать запись певца, которому она благоволила. Пришла к батюшке и просит у него магнитофон. Батюшка дал ей магнитофон и только спросил, а зачем тебе? Я хотела сделать запись одного голоса, мне очень нравится этот голос. Приехала к месту, стала ставить магнитофон на запись, а он не работает. Что только она с ним не делала, а записи нет. Домой приехала, магнитофон прекрасно работает. Вот так батюшка оберегал своих чад от всех пристрастий, даже малейших. Одна старушка, Акулина, со слезами и с любовью рассказывала батюшке. Так я знала батюшку лет 10. Он приезжал в Богоявленский собор, и там я к нему подходила и разрешала все вопросы. На исповеди в его келье я не удостоилась быть. Семь лет тому назад я сломала руку, меня положили в больницу. Наложили гипс от локтя до кисти, а сломана рука была в предплечье. Вот я лежу месяц, а рука не поправляется. Еще больше стала болеть. Кость вышла из плечевого сустава и болталась, как хотела. На меня врачи не обращали вообще внимания. За мной ухаживала соседка по кровати. Лежу и плачу. Ну что мне делать? Боль невыносимая, как будто лежу не на постели, а на бревнах. Однажды я была в дремоте. Ночью приходит ко мне батюшка. Я увидев его спрашиваю, батюшка, а как же вы прошли? Кто вас пропустил? Он ответил, я пришел тебе помочь. Ты не плачь. У тебя рука поправится, еще поработаешь ей. И соседка твоя пусть не боится делать операцию. Ей тоже будет хорошо. На следующее утро приходит целая группа врачей во главе с неизвестным врачом. Высоким, молодым, строгим. Войдя в палату, он сразу спросил, где у вас больная? А все в палате переглядываются в недоумении. Мы все больные. Он опять настойчиво. Где же у вас больная? И вдруг подходит ко мне, садится на край кровати и начинает кричать, ругать врачей. Что за безобразие? Почему больная в таком состоянии? Где уход? Как вы лечите? А все остальные больничные врачи в испуге молчали. Он взял за кисть, поддернул мою руку три раза и кость встала на место. Наложили гипс. С этого времени моя рука стала поправляться. Вскоре я выписалась. Все в палате меня спрашивали, откуда взяла такого врача? Откуда он? После врача этого никто и нигде не встречал. Был у батюшки духовный сын, протеерей Евгений, который служил в Подмосковье. Он был непростой священник. Когда невзначай заходили к нему в церковь, многих обращал к вере. Обличит какой-нибудь грех, и человек попадет к нему на удочку. У него были свои чада. Сердцем был очень прост и любящий. Он даже вылечивал пьяниц. После литургии тот же совершал водосвятный молебен с копнем потребнику Петра Могилы. Батюшка у отца Евгения исповедовался. И он у батюшки тоже исповедовался. Отцу Евгению было уже около 90 лет. Заболел он к смерти. Батюшка стал его готовить к вечности. Часто к нему ездил, исповедовал, причащал. Батюшка очень горевал, что тот никак серьезно не готовится к вечности. Он хотел, чтобы было у отца Евгения состояние покаянного плача, состояние сокрушения греха. Он дал ему четки, чтобы тот читал покаянную молитву Иисусову. И тем самым вызвал чувство плача о себе. И как-то однажды, прощаясь, огорченно сказал, отец Евгений, когда же мы по-настоящему будем каяться? Когда же плачем сердце будем читать Иисусову? Ведь я не отпущу домой, пока ты по-настоящему сердечно не поймешь, что идем в вечность, что предстоит пройти еще и мытарство. Вот посмотри, четочки, год висят на стенке и все как новенькие, в то время, когда они уже должны превратиться в тряпочку. Батюшка больше года держал и все не отпускал его в вечность. Потом уже отец Евгений взмолился. Отче, пощадите меня, я больше не могу, мне очень трудно нести бремя болезни, отпустите меня с миром. Вот какую силу у Бога имел батюшка. Вскоре батюшка последний раз поисповедовал, пособоровал, причастил его и с миром ушел в вечность. Так закончилась земная жизнь батюшки, украшенная как бриллиантами и драгоценными камнями, высокими подвигами и благодатными дарованиями. Рассуждение, смирение, любви. Окидывая взглядом всю его необычную, очень сложную подвижническую жизнь, мы замечаем, что наиболее характерная черта его духовного облика – исцелять от грехов и страстей сердце человеческое, то есть делать сердца христианскими, способными воспринять благодать Духа Святого. Именно в этом и заключалась вся суть его жизни. Кто хотя бы однажды встречался с батюшкой, в том навсегда запечатлевался духовный облик его. Он был сама живая любовь, умевшая встать в непосредственную близость со всякой скорбящей душой, взять на себя все ее немощи и скорби, согреть, утешить и воззвать ее к новой, обновленной, чистой жизни. И потому-то он стал для многих духовным врачом и притягивал к себе не только простолюдинов, но и людей образованных, искавших в нем учителя жизни, который указывал путь к истинному счастью жизни – знать и любить Бога. На благодатной почве русской православной церкви в наше время вырастают такие дивные старцы, как отец Кукша Почаевский, отец Серафим Белгородский, глинские подвижники – отец Серафим и отец Андронник, отец Таврион в Рижской пустыне, отец Севастьян Карагандинский, отец Самсон и другие, имена которых до поры сокрыты от нас. Они являются сосредоточием духовного подвига второй половины XX века. Находясь в бренной плоти, они были храмом живого Бога. И Дух Божий жил в них, сила их благодати ограждала и ныне ограждает от всех ложных путей и хранит в чистоте наше православие. Дай Господи, чтобы этот дух великой веры, святой простоты и искреннего братолюбия, которым был проникнут батюшка, как и его великие наставники, не оскудевал, а ярко горел среди верующих, чтобы они, наповенные этим духом, являлись бы подвижниками, подобными древним христианам. Да будет вечная и благодарная память в русском православном народе о старце Сампсоне. Аминь и Богу нашему слава!